Сказка о царевичей птице и однорукой царевне. Исторический роман. Автор Надежда Бугаёва. Жили-были царевич и царевна двух соседних государств. Никогда не виделись они друг с другом, но каждое утро царевич пел в своей башенке за городскими воротами, и заслышав его песню, царевна оборачивалась птицей и так облетала все окрестные земли. Вечером из башенки снова лилась песня, и царевне возвращался девичий облик. Так шли годы. Иногда царевна птицей садилась на ветку напротив окна башни и пела для царевича. Но её щебетание сливалось с чириканьем тысяч других птичьих голосов. Волшебство или нет, но её голос казался точно таким же, как у любой птицы под окном. И как знать, скольких из них тоже преобразили чары царевичевой песни. Однажды царевна пролетала птичкой целый день, но к вечеру пение не раздалось. Ждала-ждала она, но ждала напрасно. Другие птицы уже попрятались в гнезда, и на долины спустился холодный воздух с холмов. Тогда она полетела к городским воротам соседнего государства. Но там только вода рва журчала в тишине. Тогда она полетела дальше, к самой башенке, где жил царевич. Но и там только ночь бросала тени на блики луны. Тогда птичка подлетела близко-близко, к самому окну. И там было совсем тихо. Не было слышно ни журчания рва, ни вздохов ночи. Но у окна уже кто-то стоял, и тень его смешала и спутала все блики. Так что луна в печали отворотила свое серебряное лицо и укрылась кружевным платочкам туч. И царевна увидела, что царевич умирает, а у окна стоит его смерть. Царевич больше не мог петь и вообще не мог разомкнуть губ. Он лежал молча, а смерть протянула руку, чтобы забрать себе его сердце. Тогда царевна-птичка бросилась вперед и легла на грудь царевича, раскрыв крылышки над его сердцем. И смерть, как ни пыталась, не могла добраться до сердца царевича. Но смерть была хитра, она не знала благородства и не умела проигрывать. «Оставь грудь царевича», – предложила она царевне сделку. «И тогда я превращу тебя в девушку». Но царевна не могла согласиться на это, потому что любила его больше себя. Тогда смерть предложила ей превратить царевича в птицу, чтобы вдвоем резвиться им по всей округе. На это царевна согласилась. И через секунду царевич встрепенулся, обернулся птицей и вылетел в окно. Увы, он не узнал царевну и один улетел далеко-далеко. Только хотела она броситься за ним вдогонку, как поняла, что больше не может летать. Ей вернулся ее человеческий облик. «Ты же оставила грудь царевича», – сказала смерть. «Так вот тебе обещанная награда». Так смерть обманула царевну и задумала навек разлучить их с царевичем.